Запорожская теплоэлектростанция находится в городе с подходящим названием Энергодар. Это крупнейшее энергетическое предприятие снабжает электричеством сразу несколько южных областей Украины. Однако строилась ТЭС в начале 70-х годов, и сейчас ее оборудование уже устарело, как морально, так и физически. Наработка турбоагрегата первого энергоблока станции превысила 200 тысяч часов, а это предельный срок эксплуатации такого оборудования. Вот почему было принято решение о ее замене. Уникальность реконструкции заключается в том, что раньше в Украине только ремонтировали турбины теплоэлектростанций, а вот на Запорожской ТЭЦ провели полную замену всего оборудования энергоблока. Турбина – это сердце энергоблока. Для того, чтобы заменить многотонный агрегат и все сопутствующее оборудование, понадобилось полтора года напряженной работы. В торжественной церемонии открытия энергоблока после реконструкции приняли участие представители правительства и руководство Запорожской области. Правительство в конце апреля приняло решение и согласовало реконструкцию таких энергоблоков, как 14-го Приднепровского ТЭЦ, как 9-го Криворожской ТЭЦ, ряда других объектов. То есть мы взяли курс на модернизацию энергетики. И очень примечательно то, что отметил Сергей Михайлович, что мы в основном вкладываем эти инвестиции в наши собственные предприятия. А значит создаем рабочие места, значит платим налоги, платим рабочую зарплату, пенсионный фонд, значит деньги остаются в стране. Действительно, практически все новое оборудование было изготовлено украинскими предприятиями. А работы по его установке и наладке выполнили донецкие специалисты. Поскольку новая турбина имела другие геометрические размеры, при ее установке пришлось заменить более 100 тонн пара и прочих трубопроводов. А в процессе модернизации были задействованы около 30 предприятий энергетического сектора Украины. Каждый день в процессе выполнения работ мы сталкивались с какими-то трудностями, с какими-то новшествами. Приходилось принимать технические решения, привлекать и проектные институты, и различные организации для их принятия. И заводы производителей оборудования, тот же Турбоатом, постоянно были шеф-инженера, конструктора. Все участвовали в этом процессе. В том числе и все ответственные и компетентные службы заказчика. Все помогали, разбирались. Для всех это все было новое. И все понимали, что, конечно, надо разобраться, чтобы в последствии эксплуатировать нормально и надежно. Новая высокотехнологичная турбина позволит увеличить мощность энергоблока на 25 мегаватт. При этом снизится расход удельного топлива и в 6 раз уменьшится концентрация пыли в уходящих газах. Немаловажно и то, что основным топливом для нового энергоблока станет уголь, который добывается в Украине. Блок – это угольный. Он использует наше сырье, украинское, которое добывается в Донбассе. Соответственно, мы тоже, это безопасность Украины, экономика Украины и независимость Украины. То есть это большой плюс. Мы независимы не от сырья других государств. В процессе модернизации была также полностью изменена система управления новым энергоблоком. Она стала более автоматизированной. Ну и как цепь, естественно, блочная защита, отключение турбины, отключение котла – все автоматизировано. Автоматизация позволила резко повысить безопасность работы оборудования нового энергоблока, утверждают сотрудники теплоэлектростанции. Я считаю, что безопасность возросла в несколько раз, так как все находится на автоматизированной системе. Машинисту, оператору турбины, котла – не стоит влазить в такие, скажем так, пустяковые механизмы, которые регулируются автоматически. То есть можно время уделить на саму обороты и частоту электроэнергии. Поэтому я считаю, что намного лучше стало. Просто немножко непривычно и будем учиться. Производители и установщики говорят о том, что новую турбину можно будет надежно эксплуатировать на протяжении ближайших 40 лет. Причем работать она будет экономно, эффективно и безопасно. Они нацелены, эти решения, не только на продление гарантированного срока эксплуатации, что само по себе очень важно, но и на улучшение технико-экономических показателей. Руководитель станции уже говорил о том, что проектом предусмотрено, я уверен, будет воплощено снижение удельных расходов топлива на 25 грамм. Проектом предусматривается снижение потребления газа, уголь газовой группы, горит и должен гореть, и будет в этом блоке гореть без подсветки. Внедрение электрофильтров само по себе важно для экологии и очень важно для нашей страны. Это реабилитация угля как топлива. Топливо, которое служит энергетикам, служит стране и не загрязняет окружающую среду. Заместитель министра также отметил, что ввод в эксплуатацию новой турбины позволит теперь поставить на реконструкцию энергоблоки других теплоэлектростанций, то есть продолжить модернизацию энергосистемы Украины. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...